Добрый день! На сегодняшнем видео уроке мы разберем упражнения, которые позволят нам разделить движения глаз и мышц шеи. Очень часто эти мышцы работают одновременно, доставляя неприятности и напряжения как в шею, так и в глаза. При выполнении этого упражнения обратите внимание, что если вы вдруг почувствуете ощущение головокружения или тошноты, закройте глаза и продолжите выполнять это упражнение с закрытыми глазами. Для начала это упражнение лучше выполнять в положении лежа на спине. Если вы испытываете дискомфорт в пояснице, согните ноги в колене. Если необходимо, подложите под голову подушечку, чтобы линия между длинными разгибателями и сгибателями шеи была одинакова и у вас не было положения запрокинутой головы. Начнем. Медленно, не спеша, сделайте поворот головы вправо и влево. Выполняя это движение, убедитесь, что вы вращаете голову в горизонтальной плоскости. На сегодняшнем уроке мы разберем линию движения в горизонтальной плоскости глаз и шеи. Почувствуйте, что ваш нос рисует ровную линию и ваша голова не двигается к плечу. У вас не получается дуга. Делаем паузу. И теперь наша задача двигать глазами вправо и влево между верхним и нижним веком. Направляем движение конечное на верхушку уха. При этом сначала мы выберем длину, которая относится далеко, как бы линия горизонта, чтобы наши глаза смотрели очень далеко. Медленно, не спеша. Если вы выполняете это движение, будете выполнять сидя, то тогда поставьте большой пальчик на уровне вывески, а указательный на уровне подбородка. Это дополнительно позволит вам ощущать, не включаете ли вы мышцы шеи в движение. Медленно уводим глаза и начинаем медленно переводить взгляд во противоположном направлении. Представьте, что вы освещаете фарами себе плоскость, как будто фарами или как будто валик прокатываете. В местах, где вы будете чувствовать ощущение, что ваши глазки делают прерывистые движения или проходят сразу большое расстояние, замедлитесь и сделайте движения более мягкими. Делаем паузу, поморгали глазками. И теперь выполняем движение, как будто объект, за которым мы будем как бы наблюдать, находится в пределах 10-15 метров. Опять переводим взгляд в сторону и начинаем выполнять движение. Медленно, не спеша. Обратите внимание, как, возможно, ваша шея хочет включиться в это движение. Почувствуйте, нет ли движения затылка во время движения глаз. Мягко, не спеша. Опять поморгали глазами. И теперь представляем, что нам нужно выполнить движение справа налево на расстоянии метра. Медленно, не спеша. Проводим движение в глаз в одну сторону и в другую. Наблюдая за тем, насколько поменялось ощущение работы мышц шеи и как реагирует, прошу прощения, мышц глаз и как реагирует шея на движение глаз. Опять сделали несколько движений вверхами, поморгали. И теперь проверяем, что поменялось в повороте головы. Медленно, не спеша. Переводим поворот вправо и мягко влево. Возможно, вы почувствуете, что амплитуда движения поворота стала мягкая. Больше, возможно, по амплитуде. Заканчиваем движение. И теперь наша задача начать движение сначала глазами в сторону, а затем подключить мышцы шеи и повернуть голову. Уводим взгляд влево и поворачиваем голову. Переводим взгляд в другую сторону и затем поворачиваем саму голову. Нам нужно сохранить плавность движения глаз и плавность движения мышц шеи. Убедитесь, что качество движения не поменялось. И еще несколько раз, получая удовольствие от движения. Заметьте, что вы не напрягаете ничего дополнительно в теле. Делаем паузу. И опять несколько движений поворота головы, наблюдая за тем, как сейчас ощущается вращение. Что изменилось в ощущении? Хорошо. И теперь нам нужно сделать самое важное движение. Разделить работу мышц глаз и мышц шеи. Нам нужно поворачивать глаза в одну сторону, а голову в другую. Сначала это может быть тяжело, поэтому мы разобьем движение на две части. Мы сначала уводим глаза в одну сторону, а затем начинаем поворачивать голову. Переводим глаза в другую сторону и только затем начинают включаться мышцы шеи. Взгляд в одну сторону и только потом голова. А теперь сделали паузу и попробуем сделать это движение в одно целое, когда глаза двигаются в одну сторону, а голова в другую. И при этом, помимо этого сложного движения, нам нужно еще сохранить плавность движения наших глаз и шеи. Здесь не обязательно для начала большая амплитуда, может быть очень маленькая амплитуда. Важно почувствовать, что вы осознанно управляете этим движением. И теперь следим за тем, как движется наша голова и каково качество движения наших глаз. И еще раз пауза, поморгали. И выполнили последнее движение поворота головы вправо и влево. Что изменилось? Сделайте паузу. Выполняйте это упражнение до того уровня, пока вы легко не разделяете движение мышц шеи и мышц глаз в горизонтальной плоскости. Это позволит не только снять напряжение из мышц шеи, из мышц глаз, но и поможет улучшить координацию вашего тела. Успехов! Приятного аппетита! 从 опыта geschrieben ст norcs кät rendgl oluşтурно-политель приятного пirstичpарジャаrats.